В мире Дэнди, в мире Дэнди С утра, сегодня воскресенье Хочешь верить или не верить? Так ты устройся поудобнее И закрой плотнее дверь И как обычно на премьере По воскресным по утрам А передача в мире Дэнди Прямо в дом приходит к вам А ты послушай по пауха И смотри во все глаза А ты узнаешь очень много Меньше, чем за полчаса А нам в создании передачи Помогает в магазине Он называется дом Дэнди В нашем мире он анти В мире Дэнди 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 Доброе утро, дорогие телезрители Я вообще очень волнуюсь Я это первый раз делаю выступление для передачи Но они не знают Я ведь один такой шустренький Да, кстати, а что у нас будет в этой передаче? А, ну, наверное, как и обычно Секреты, игры, новинки В общем, смотрите нас Ой, кажется, уже идут Дэнди В мире Дэнди В мире Надеюсь, мы не забыли компанию Скваресу? Конечно, нет Как можно забыть такую компанию? Она выпустила трехмерный файтинг Тоба А игра, о которой вы сейчас узнаете Во много раз ключе этой драки Этот трехмерный файтинг Называется Эхергейс Эхер что? Эхергейс Гейс, гейс Гейс, гейс, гейс Игрейс На первый взгляд, драка как драка, тот же текинг, всевозможные комбо, огромное количество суперударов, в общем, как обычно, но это только на первый взгляд. Если же внимательно приглядеться выбор игроков, пощёлкать крестовины и джойстика вправо или влево пару раз, можно увидеть очень знакомые лица. Но всё-таки, кто же это такие? Ну, никак не вспомнится. Ладно, прочитаем их имена. Сефи, Сефир, Сефир какой-то. А, Сефирот. Очень приятная встреча. Здравствуй, дядя Сефирот. Дальше у нас идёт Клауд. А, как поживаешь, братан? Снова меч поломал. Но ничего, чини, чини потихонечку. И вот последний игрок, это Тифа. Ну и дела. Вот так нас решила обрадовать компания Сквайр своей новой дракой. Причём в лучших традициях то было два. Разве что графика стала нам наука лучше, а трёхмерность прямо как Бушидо Блейд. То есть, вы сможете хоть в догонялки играть, или подбежать к противнику сзади и дать пар. Репе кулаком. Или же игрушка её. Ну или мечом, наконец. А кроме игроков из Файнал Фэнтези, тут есть семь основных. Есть по типу Хуаранга, Лея, Казуя. Также и девушка, дерущаяся стилем Капуэра. То есть, эти. Кроме файтинга, в Хэргейте есть мини-игры. И даже квест, как в Тобол. Об этом можно замолвать отдельное словечко. Например, для этого вида игры даются два игрока. Совершенно не из тех, которыми вы играете в аркаде. В квесте вы собираете оружие, магию, разговариваете с людьми и не только. Делётесь с боссами, накапливаете опыт. В общем, всё вперемешку. А что касается аркады, то у каждого из обычных бойцов есть по 3-4 заставки. Наверное, на каждом уровне сложности своя. И ещё есть и три секретных игрока. О каких, говорить не буду. Зоны, хоть и не очень большие, но их настолько много, что вам хватит. Тем более, что и музыка написана в современном стиле. А это драм-н-бэз, рейв, брейк-вит и другие. Короче, драка просто отпад. Играем, и играем, и играем. Играем. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов. С большим выбором на самом деле. Звёзды, фигуры, фиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареи, это небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богдан, Хмельинского, 33. Выберите свою указку. Сегодня место хит-парада. Я ознакомлю вас с новеньками, появившимся в магазине Rollsport в отделе видеоигр. Там появились многоигротки. На сети, что ли? Нет, на Sony Playstation. Этого не может быть! Я не верю. Поверишь, я сейчас держу в руках целых три сборника. Разберём каждый по отдельности. Сначала гонки. Первая гонка в этом сборнике C3 Racing. Реалистичное окружение, погодные условия, 11 стран с голоукружительными трассами. Солидный выбор машин. Безусловно, игра найдёт своих поклонников. Далее с левой. Не менее крутая гонка. Только два. Официальная игра британского Touring Car чемпионата. Со всеми существующими командами, машинами и треками. И замыкает список. Конфетка для всех любителей ослабленных гонок. Гран-туризма. Более 290 различных машин от лучших производителей. Огромное количество турниров и реалистичное управление. Ну что, поверил? Да, я не ожидал. Я просто в шоке. Ну что? Что там дальше? А дальше мы разберём приключения. Начнём с Crash Bandicoot 3. Где вам представляется возможность не только вдоволь набегаться по временным просторам. А также исследовать подводный мир. Покататься на мотоцикле и на тигре. Поплавать на скутере и полетать на самолёте. Не пропустите такое зрелище. Далее, Bug Life. Приключения одного муравья. В веганском мире насекомых. Огромное количество уровней и множество великолепных заставок не дадут вам забросить эту игру. И третья игра. Легендарный Tomb Raider 3. На этот раз неуловимой Ларе предстоит побывать в джунглях Индии. Пробираться через ледяные глыбы Антарктики. Побегать через Неваду, Лондон и на островах. В общем, приключения обещают быть интересными. Ты же вроде говоришь, что у тебя было три многоигровочек. Давай делись. Да-да, ребят, вот-вот, последняя многоигровка. Сборник боевичков. Тихо. Тихо. Начнём с легенды. Это самый настоящий исторический боевик. Действие происходит во время феодального строя, где одному из доблестных рыцарей предстоит кромсать нечисть. Кризис Бит. Крутой боевичок драка в стиле Fighting Force и с довольно закрученным сюжетом. Игрухушка для всех, кому нужно снять напряжение. И третья игра, и опять супер-хит. Эхергейс от Squire. Про неё вы уже знаете. И хочется сказать огромное спасибо тому, кому пришла идея реализовать данный хит. Да ещё и с игроками в Final Fantasy VII. Каждое воскресенье на телеканале Премьер развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. Субтитры подогнал «Симон» «Рейдж Рейсер» «Рейдж Рейсер» «Рейдж Рейсер» «Рейдж Рейсер» «Рейдж Рейсер» «Ха-ха! Надеюсь, вы не забыли компанию «Намка»?» «Конечно, не забыли! Как можно забыть такую компанию?» Эта компания выпустила игру Rage Racer. Но игра, которую вы сейчас узнаете, во много раз круче Rage Racer. Это игра Rage Racer R4. R4? R4. R4, R4, R4. R4, 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 R7, R4, R4. Я был просто фанатом первого Rage Racer. Я не отходил от этой игры ни на шаг. Нянькал её, как маленького ребёночка Укладывал спать и кормил с ложечки А потом он вырос И мы поссорились Вот такая печальная история И вот, спустя некоторое время Рождается стук в дверь Папа, папа, я здесь Я вернулся Это был он, Рейджейсер Тайп-4 Тут же я хватил его и вставил Sony Что же я увидел? А увидел я, что игра похорошела И стала намного лучше Словом, набралось опыта Графика стала просто изумительной Которая удивляет и радует глаз Машины трассы стало примерно в 3 или в 4 раза больше Интерфейс удобнее и расширеннее Но лучше будем действовать в определенном порядке Итак, у вас есть возможность устанавливать рекорды на время И, конечно, проходить игру на аркаде Кстати, сама игра стала немного легче Если в Рейджейсер мы играли очень заядло И мучились до посинения То на этот раз, чтобы пройти аркаду Потребуется не больше 3 часов Но это для профессионалов А для новичков Я даже и сам не знаю Вообще, теперь скорость по-настоящему чувствуется Когда вы ездите на машине Звуки и музыка, но просто нет слов Отбойный рейд, метал и другие стили стучат у вас весь как на протяжении всей трассы Появились и ночные трассы И я никогда не сомневался, что в компании Намка Тусуются только одни профессионалы Ведь это они дали возможность рисовать на капоте машины любой рисунок И потом любоваться на них, проезжая мимо рекламного столба Такая возможность сохранена и в Р4 Только рисовать стало намного удобней Возможности стало больше Так давайте подведем итоги Безусловно, гонка удалась и удалась на 100% И лично для меня не важен тот факт, что игра на японском языке Для меня важно, что Р4 это Р4 У меня есть диск-мьюзик, но у меня нет мании величия Правда на днях я сочинил такую классную композицию И вообще я самый крутой диджей во всем мире Ну, может, чуть-чуть похуже Итак, мьюзик появляется снова в магазине Rollsport И теперь его платит всем Диджей города Калининграда и его окрестностей Паша, объясни мне, что такое паразит? Паразит это организм, живущий в другом существе и питающийся им А что же такое паразит Ив? Это организм, которого зовут Ив и который живет в другом существе и питается им Я всегда думал, что паразит Ив это игра от Сквайра Ах да, вспоминай, есть такая игра Паразит Ив, там еще главная героиня Аня Брэя, да? Да нет, ее зовут Ая Нет, понимаешь, Артур, это в английской версии ее звали Ая А в русской версии ее зовут Аня И как раз сейчас вы узнаете об игре паразит Ив русской версии Для... повторяем, полностью русская версия Ну что можно сказать, троекратное ура Наконец-то наши научились действительно качественно переводить игры на русский язык И ярким примером тому служит известная многим РПГ Паразит Ив Это первая переведенная игра от Сквайр Софт И теперь мы, может быть, наконец поймем, почему все японцы тащатся от этой игры А точнее, от ее закрученного фантастического сюжета Правда, я не собираюсь вас с него посвящать Сами врубитесь, если поиграете Поговорим лучше в очередной раз об игре Так как ее делал Сквайр То можно ни слов не говорить о качестве графики Количестве заставок И, конечно же, звуковом сопровождении Мы уже достаточное время знакомы с творчеством этой фирмы Чтобы поверить на слово Одной из главных особенностей игры Являются бои Они хоть и происходят в ограниченных пространствах Но все это пространство полностью в вашем распоряжении Вы можете бежать в любую точку экрана Поворачиваться от фражеских ударов и выстрелов В общем, ждать, пока ваше время не достигнет максимальной отметки И тогда вы сможете сделать любое действие Выстрелить, использовать магию, сменить экипировку и другое Кстати, об оружии Ему можно было бы посвятить целую статью Одних пистолетов, ружей, узи, автоматов, базу Более двухсот видов И каждое оружие можно усовершенствовать С помощью плюсов можно увеличить показатели Добавить слоты Ключами можно переносить возможности с других оружий То же самое касается и бронежилетов Итого, смотри, к концу игры Сделайте такую невзрачную пушечку С атакой 300, двойным действием, числотным эффектом и другими наворотами И даже пройдя игру, вы не забросите ее Так как откроется секретная X-Game С небольшими изменениями Как, например, 70-этажный небоскреб И что еще можно сказать на прощание? Даже если вы прошли паразитов на японском и на английском Обязательно поиграйте на русском Никогда не пожалеете Только в магазине Rollsport Настоящие спортивные очки Uvex Фирменный дизайн и безупречное качество Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета Не бьются и не царапаются Абсолютно антистатичны А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный Очки Uvex не искажают реальности Они делают реальность лучше Фирменные очки Uvex в магазине Rollsport А теперь традиционная рубрика Help И на этот раз я не буду давать новых секретов По многочисленным вашим просьбам Я повторяю секреты для игры Tomb Raider 3 Надеюсь, на этот раз вы успеете их записать Tomb Raider 3 Все секреты вводятся прямо во время игрового процесса Пропустить уровень L2, R2 L2 два раза R2, L2 R2, L2 R2, L2 четыре раза R2, L2 R2 четыре раза L2 Все оружие и предметы L2, 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 L2 R2 два раза L2, L2 два раза L2 два раза R2, L2 два раза R2 Все секреты L2 пять раз R2, L2 три раза R2 L2, L2 R2, L2 два раза R2, L2 два раза R2 И L2 два раза Секретный ключ для сада R2, L2 три раза R2 L2 шесть раз R2, L2 пять раз R2, L2 два раза R2, L2 два раза Но, к сожалению, очередной выпуск нашей передачи подошел конфликт Наша следующая встреча уже состоится в следующем воскресенье А в это время вы можете играть в компьютерные игры Почаще заглядывать в магазин Rolls-Pot отдела видеоигр А если вы чувствуете все силы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова